Эта многоэтажка в советское время была общежитием при одном из городских предприятий. А приютившийся неподалеку вагончик вот уже 20 лет является единственным пристанишем целой семьи. Всё это время он верой и правдой прослужил домом для женщины с её тремя детьми. Старшая дочь вышла замуж и уехала на заработки в Россию. Младшая несколько лет назад погибла в результате ДТП. Теперь обитателей вагончика осталось двое – Хаздаркан Садыкова и её сын. После развода с мужем осталась с детьми одна. Было тяжело. На съёмную квартиру денег не хватало, поэтому стали жить в вагончике. На жизнь зарабатывала торговлей, когда было здоровье. Работала в трёх местах. Подкопила денег и хотела купить дом. Но пришлось выдавать дочерей замуж. Скопленные деньги ушли и на приданное им. Ну а потом случилось горе. Дочь у меня погибла, а после этого заболела. Вот так и не смогла накопить на жильё. Сейчас и вовсе даже на продукты заработать не могу. Не позволяет здоровья. Два года назад Хаздаркан Садыкову сбила машина. Водитель же скрылся с места аварии, оставив женщину на дороге. С тех пор у неё проблемы с ногами. Затронута и нервная система. Врачи запретили поднимать тяжести и, конечно же, расстраиваться. Несмотря на явную трудную жизненную ситуацию, никаких социальных пособий женщина не получает. Живут на то, что зарабатывает ребёнок после школы. После школы я подрабатываю на рынке киличек, в контейнере, где торгуют поддержанными телефонами. Создаю людям аккаунты в соцсетях, в ватсапе. Кто-то платит 50 сумок, кто-то 100. На заработанные деньги покупаю домой хлеб и другие продукты. Иногда лекарства маме. Три раза в неделю хожу в спортзал. Когда у меня закончился срок действия паспорта, я 10 лет не могла получить новый. Из-за того, что не было прописки и постоянного места жительства. Ну а так как у меня не было документов, мы до сих пор не можем получить свидетельство сыну. А без него моего мальчика не брали в школу. Хочу выразить благодарность директору школы, где он сейчас учится. Она случайно узнала о нашем положении и помогла устроить сына в школу. Супруг Каздаркан ничем не помогает своим детям. От государства за все эти годы женщина не получила ни тына, ни пособий на детей, ни пенсии по инвалидности, ни алиментов. Куда бы ни обратилась, в ответ лишь слышала отказ. Чиновники заявляли, что ничем не могут ей помочь, ведь у нее нет прописки. Не раз обращалась и в мэрию с просьбой выделить ей участок. Кто, как ни она, при ее жизненных обстоятельствах нуждается в кусочке земли. Но и в муниципалитете ей не помогли. Когда я вырасту, хочу стать программистом. А еще служить в спецназе, чтобы заработать денег и построить теплый уютный дом. Чтобы моя мама жила в тепле и никогда не болела. Вот такая у меня заветная мечта. Однако до тех пор, когда Максат сможет исполнить свою мечту, еще далеко. Мальчик учится только в седьмом классе. Эта небольшая семья остро нуждается в помощи, даже в самом элементарном – в продуктах, одежде, лекарствах. Не говоря уже о должном внимании со стороны государственных органов, которые давно должны были оказать поддержку и помощь больной женщине и ее малолетнему сыну.